Пользуясь поддержкой российских лётчиков, армия Сирии ведёт активное наступление. Сейчас она продвигается к границе с Турцией. Ситуация там непростая. Население страдает не только от действий боевиков, но и, как выяснила наша съёмочная группа, и от обстрелов со стороны соседнего государства. Снаряд упал недалеко от нашей палатки, после чего она загорелась. В меня попало несколько осколков. Обстрел позиций сирийской армии, о котором рассказывает этот военнослужащий, произошёл в приграничной зоне. Огонь вели с турецкой стороны. Ранения получили двое сирийских артиллеристов. А их сослуживец Хасан лишь чудом остался невредим. Турки обстреливают нас уже три дня подряд. Слава богу, они никого не убили. Они отслеживают наши позиции, когда мы ведём огонь по террористам. И чтобы дать им уйти, стреляют по нашим артиллерийским расчётам. Раненых бойцов доставили в ближайший город Кесаб. Он находится в километре от Турции. И когда началась война, это соседство обернулось для жителей настоящей трагедии. Ведь многие были уверены, что граница под надёжной охраной соседа. Но два года назад боевики захватили этот город, зайдя именно с турецкой стороны. Никто не ожидал такого предательства, поэтому сопротивления никакого не было. Бандиты спокойно вошли в город, и дальше я помню только ужас. Они грабили и убивали, никого не жалели. Они убили моего брата и сына. Основное население Кесаба – это этнические армяне, большинство из которых с приходом боевиков вынуждены были бежать в ближайшую Латакию. Впрочем, оккупация продолжалась недолго. И уже через три месяца регулярные сирийские войска выбили отсюда бандитов. Но за это время они успели сильно изуродовать город. Когда в Кесабе были боевики, ни один храм в городе не работал. Многие из них пострадали, как, например, вот эта христианская церковь. Сейчас здесь идут восстановительные работы, и уже в ближайшее время её обещают открыть для прихожан. С момента освобождения прошло уже полтора года, и многие горожане вернулись в свои дома. Но пока в Сирии идёт война, здесь никто не чувствует себя в безопасности. Сто лет назад турки уже нападали на наш город. И вот спустя столько времени история повторяется вновь. Турки снова объявляют нам войну. В пригороде Кесаба находится один из пограничных контрольно-пропускных пунктов. Раньше здесь было многолюдно, теперь никого. Хотя формально КПП продолжает работать, но только с сирийской стороны. Свои ворота турецкие пограничники держат на замке. Наш пограничный пункт работает каждый день. Мы готовы пропускать людей в Турцию и пускать в Сирию. А вот турецкие пограничники никого не принимают. Они предлагают пересекать границу в других местах, которые контролируют боевики. Несмотря на то, что этот район полностью находится под контролем сирийской армии, боевики нередко обстреливают эти территории. Особенно дорогу, ведущую в город, из-за чего бывают перебои с продуктами. И люди, живущие здесь, рады любой помощи, которая на этот раз пришла из России. Мы очень благодарны России за эту помощь. Здесь все самое необходимое. Крупа, сахар, макарон и соль. Многие семьи получают по несколько таких коробок. Этого достаточно для того, чтобы пережить перебои с продовольствием. Трудности жителей Кесаба не пугают. И покидать этот город они не стремятся. Более того, именно сюда приезжают сирийцы из других регионов. Например, из осажденного боевиками Алеппо. Как это сделала семья Дия Джапури. Ее родители поселились у родственников. И после длительного перерыва эта девочка вновь входит в школу. И ждет, когда сирийская армия освободит и ее город, чтобы вернуться домой. Александр Бутухов, Юрий Шолмов, Гурам Розилов и Дмитрий Синицын. Первый канал. Сирия. Продолжение следует.